Приветствую. В своем прошлом видео я обещал вам рассказать, как безопасно стерилизовать вот такие вот фильтрующие маски и отдельные фильтры для респираторов. Напоминаю, что суть проблемы в том, что вы не можете использовать антисептик для их стерилизации, потому что антисептик может непредсказуемым образом повлиять на фильтрующие свойства фильтра или, соответственно, маски. Может случиться так, что после обработки антисептиком воздух перестанет толком проходить через фильтр, и вам будет очень тяжело дышать. А может случиться так, что воздух будет проходить слишком легко, не отфильтровываясь от пыли. Оба варианта нам не очень подходят, а второй вариант еще опасен, потому что вы можете не заметить, что с фильтром что-то не так. Разумеется, может случиться, что вы обработаете антисептиком, и все будет в порядке. Но никто не может вам это гарантировать. Как вы понимаете, гарантии тут вещи очень важные. Поэтому лучше использовать те методы стерилизации, которые гарантируют сохранность ваших фильтров. Итак, как же это сделать? По ссылочке в описании видео вы сможете попасть на научную публикацию, которая показывает, что облучение любых поверхностей, в том числе поверхности фильтра или поверхности маски, ультрафиолетом, с длиной волны 254 нанометра, в количестве, ну, наверное, правильно сказать даже, с дозой 0,12 джоуля на квадратный сантиметр, способно уничтожить 99,999% частиц вот этого нового коронавируса. Даже больше, чем 99,999 тысячи. То есть ультрафиолет очень эффективно стерилизует все поверхности. Все очень просто. Давайте возьмем ультрафиолетовую лампу и будем облучать. Наверняка многие тут же вспомнили вот такие вот черные лампы, которые так и называются лампы черного света, которые дают ультрафиолет. Но это не то, что вам нужно. Давайте посмотрим на спектр и влучение такой вот лампы. У нас есть первый пик, 405 нанометров. Это видимый фиолетовый свет. И если вы смотрите на такую лампу, то вы наверняка видели, что она светится фиолетово. Есть второй пик, более сильный, 370 нанометров. Но, как вы можете заметить, он очень близко к видимому свету. Это достаточно безопасный ультрафиолет. Собственно, задача таких ламп в том, чтобы быть безопасным. Их, например, ставят на дискотеках, чтобы у людей одежда светилась, или макияж какой-нибудь специальный. И при этом, чтобы эта лампа не наносила вреда. На самом деле, свет солнечный из окна, он более эффективен в плане стерилизации, чем вот эти лампы. Если вы хотите возразить, что оконное стекло не пропускает ультрафиолет, то вот посмотрите на спектр пропускания оконного стекла. Как видите, 370, 360, 350, даже 340 нанометров оконное стекло вполне пропускает. То есть, оно пропускает более жесткий ультрафиолет, чем излучают вот такие вот лампы черного света. Они вам не подойдут для стерилизации. Вам нужно 254 нанометра. Значит, что за лампы вам нужны? Ну, это лампы, которые будут выглядеть вот подобным образом. В общем-то, схожи с этим, за исключением того, что колба полностью прозрачная. Такие лампы бывают двух видов. Кварцевые, ну, как очевидно следует из названия, у них колба сделана из кварцевого стекла. Ну вот, посмотрите на спектр излучения кварцевой лампы. Как видите, тут есть мощная линия 254 нанометра. И это то, что нам нужно. К сожалению, у кварцевой лампы, ну, вернее, с какой стороны, к сожалению, с какой-то, к счастью, есть у кварцевой лампы более жесткое излучение. Это жесткое излучение, оно, во-первых, генерирует озон. С одной стороны, озон сам по себе, это хороший антисептик. И генерация озона лампой улучшает антисептические свойства, позволяет вам стерилизовать даже те места, которые находятся в тени лампы и не облучаются ею, но туда попадает озон, и он убивает бактерии. Проблема в том, что озон это для человека не только запах свежести, запахом свежести он является только в очень небольших концентрациях. Поверьте, когда озона в воздухе достаточно много, это уже невыносимая воль. Я проверял. Знаю. И кроме того, озон в больших концентрациях весьма токсичен, поэтому такие лампы, они представляют угрозу для здоровья. Кроме озона, угрозу для здоровья представляет и непосредственно излучение ультрафиолетовое, вот такое жесткое, оно в норме не доходит до поверхности земли, оно как раз озоновым слоем и поглощается, поэтому организм человека, он не адаптирован к наличию вот такого жесткого ультрафиолета. И, соответственно, вы можете, ну, к примеру, увеличить шансы рака кожи, если будете облучаться светом кварцевой лампы. Но кроме кварцевой лампы есть также так называемые бактерицидные лампы. Собственно, у меня в руках бактерицидная лампа. Отличие в материале колбы. Здесь используется не кварцевое стекло, а так называемое увиолетовое. Оно пропускает ультрафиолетовое излучение, но лишь примерно до 200 нанометров. То есть, вот, жесткое излучение ультрафиолета, оно почти полностью отфильтровывает. Ну, какая-то небольшая доля, конечно, все-таки уходит наружу. Но в основном отфильтровывает. И главное излучение у такой лампы 254 нанометра. Оно уже эффективно уничтожает бактерии, уничтожает вирусы. Напомню, что вот публикация научная по уничтожению коронавируса именно 254 нанометра. Но в то же самое время это излучение еще не генерирует озон. И наш организм более-менее к нему привычен, потому что это излучение, оно проходит через атмосферу. Ну, конечно, тоже в значительной части поглощается. Но все-таки до поверхности Земли такой ультрафиолет доходит. И наш организм приспособлен к тому, что он есть. Это, конечно, не значит, что вам теперь нужно часами сидеть под этой лампой и считать, что это безопасно. Нет, я настоятельно не рекомендую вам длительное взаимодействие с любыми ультрафиолетовыми лампами, кроме вот таких, которые специально сделаны для безопасности. Такие лампы это все-таки специфическая вещь, и вам стоит избегать облучения этим ультрафиолетом. Особенно важно защищать глаза. Используйте защитные очки. Это могут быть любые очки для защиты механической глаз, сделанные из поликарбоната. Если вот посмотреть на спектр пропускания поликарбоната, мы видим, что ниже 400 нанометров он излучение никакое практически не пропускает. Причем это свойство, как бы, врожденное поликарбоната, а не специальные добавки. Поэтому любые очки из поликарбоната гарантированно будут защищать от ультрафиолета. Производитель, если он сделал очки из поликарбоната, он в любом случае будет защищать. Вариантов нет. Поэтому берите поликарбонатные очки защитные и защищайте глаза с их помощью. Теперь возникает вопрос. 12 сотых джоуля на квадратный сантиметр. Как определить, сколько времени вам нужно облучать ваши фильтры, маски или еще что-то, что вы хотите стерилизовать? Для начала вам нужно выяснить, сколько ультрафиолета излучает ламп. Если взять конкретно эту лампу, на ней есть маркировка DB15. Если вы эту маркировку забьете в интернет, вы сможете найти, что производитель сообщает потребляемая мощность лампы 15 Вт, а мощность, излучаемая на длине волны 254 нанометра 4 Вт. То есть мы знаем, сколько именно Вт, именно ультрафиолета излучает эта лампа. К сожалению, не для каждой лампы вы найдете данные именно излучаемой мощности. Потребляемую мощность всегда и все указывают, а вот излучаемую это не всегда бывает. Я рекомендую вам примерно оценивать излучаемую мощность путем деления потребляемой мощности на 5. Кто-то может возразить, ну как, у тебя здесь 15 Вт, поделить на 5 будет 3 Вт, излучаемой мощности, а реально 4. Но дело в том, что у разных ламп может быть различный коэффициент полезного действия, и нам лучше, скажем так, перебдеть и считать, что КПД вашей лампы 20%, а не вот как здесь, там чуть больше 25. Соответственно, ну, вы чуть больше времени, может быть, потратите, чем нужно, но, господи, вам что жалко подождать лишних полминут, и зато быть в безопасности намного хуже будет, если вы решите, что ваша мощность излучаемая выше, чем она в реальности, и недостаточно долго будете облучать поверхность, соответственно, не убьете вирус, и потом можете заразиться. Так что вот, берете, потребляем мощность вашей лампы, делите на 5, и это та мощность, которую лампа излучает. Ну, вот, в данном случае мы точно знаем, что у этой лампы 4 Вт или 4 Джоуля в секунду. Но нам-то нужна не мощность лампы, а то, сколько излучения лампы приходится на единицу площади, на 1 сантиметр. Значит, как посчитать вот эту величину? Я рекомендую, значит, использовать лампу следующим образом. Располагаете лампу над какой-то поверхностью. Здесь у вас есть поверхность, на ней вы будете класть ваши фильтры. То есть, вот там, положили фильтр на поверхность под лампой, или вот масочку положили под лампу, а над ними, собственно, лампа. Дальше вы измеряете расстояние от оси лампы, не от нижней поверхности, а именно от центральной оси, до вашей вот поверхности, где вы кладете. В той конструкции, что я использую, величина получилась 7 сантиметров. Этого вполне достаточно, чтобы туда поместить вот эту маску. То есть, она тут с зазором несколько миллиметров встает. Дальше вы измеряете длину лампы вот именно прозрачной части. То есть, берете паулетку или там, длинную линейку и смотрите, значит. У меня получилось 41 сантиметр. Теперь вам нужно взять мощность лампы 4 ватта, в моем случае у вас будет другую, поделить на длину лампы, в моем случае на 41 сантиметр. Затем еще раз поделить на расстояние от оси лампы до поверхности и третий раз поделить на коэффициент 6,3. Когда вы все эти деления произведете, у вас получится величина сколько ватт на квадратный сантиметр поверхности вот этой вот, на которую вы все кладете, ультрафиолета приходит. Важный момент, что расстояние от оси лампы до поверхности, чтобы вы могли применять эту формулу, должно быть не более чем треть длины этой лампы. В моем случае вот это расстояние должно быть не больше чем где-то 13-14 сантиметров, но у меня это 7 сантиметров, 2 меньше, поэтому я могу совершенно спокойно свою формулу применять. вы тоже следите, потому что если у вас вот здесь стоит лампа, а вот здесь вот где-то эта поверхность, то ультрафиолетовые излучения будут рассеиваться быстрее, чем предполагается в этой формуле. Так что поддерживайте здесь относительно небольшое расстояние, и тогда формулу можно применять. Вы посчитали значит сколько у вас мощность на квадратный сантиметр, и теперь можете поделить вот 12 сотых 0,12 джоули на квадратный сантиметр на свою мощность и узнать сколько секунд требуется, чтобы получить вот эту вот дозу излучения. Величина получается обычно достаточно небольшая, то есть у меня получилось, что примерно одну минуту мне нужно облучать. Кто-то может заметить, что у нас половина ультрафиолета уходит вниз, а половина вверх, и то, что уходит вверх, оно как бы бесполезно тратится, было бы неплохо это излучение тоже задействовать. Это возможно. Нужно добавить отражатель, который будет ультрафиолет отражать то, что шло вверх, вниз. Еще плюс у нас в бока уходит излучение, можно добавить также как-то под углом отражатель, чтобы он уходящий в бока излучение тоже перенаправлял. Нужен только материал, который хорошо отражает ультрафиолет. Давайте посмотрим вот на этот график. И как мы видим, 254 нанометра превосходно отражает обычный алюминий. Поэтому берем обычную пищевую фольгу. У нее есть две стороны более блестящие полированные и более матовые. Мы соответственно берем ту сторону, которая более блестящая и превосходно можем таким образом этой фольгой отражать электрофиолетового излучения и соответственно повышать мощность, которая приходится на нашу обрабатываемую поверхность. Еще когда хороший отражатель, вот если мы хотим стерилизовать эту маску и вот на ней лампа, вот эти боковые части, они получаются не облучаются лампой напрямую. Нам либо пришлось бы делать несколько обработок, один раз вот так ставить лампу, другой раз так, третий раз так, четвертый раз так, это было бы очень неудобно. Если мы добавляем отражатель, то мы соответственно можем те лучи, которые уходили в бока, переотразить, чтобы они облучали боковую поверхность нашей маски. Это очень удобно. Поэтому я рекомендую сделать вам из фольги отражатели, которые бы переотражали ультрафиолетовое излучение и усиливали бы эффективность лампы. Кроме того, можно фольгу постелить снизу на ту поверхность, на которую вы кладете ваши маски, фильтры и прочие вещи. Чем это хорошо? У вас тогда ультрафиолет, который ушел вниз, он отразится от фольги, уйдет вверх, отразится от той фольги, которая вокруг лампы и вернется снова будет участвовать в облучении. То есть вы дополнительно усиливаете облучение ультрафиолета. Надо заметить, что все эти действия с отражателями должны уменьшить время в 2-3 раза по сравнению с расчетным. но лично я не стал уменьшать время, то есть я сделал такой можно сказать короб отражающий вокруг лампы, но я время наоборот не уменьшил, а увеличил вдвое, то есть я обрабатываю вот эти вот фильтры 2 минуты, хотя казалось бы у меня даже без отражателей лампа должна за 1 минуту их стерилизовать. Ну лучше подождать лишнюю минуту, чем потом иметь проблемы. Вот с этими масками, которые боковые поверхности облучаются только через переотражение, их я обрабатываю 5 минут, то есть при отражении все-таки какое-то поглощение есть, плотность мощности снижается, поэтому я дополнительно решил в 2-3 раза увеличить длительность обработки и обрабатываю минимум 5 минут. Насчет безопасности этого метода для масок могу сказать, что эта маска суммарно у меня провела под лампой каждая сторона ну наверное минимум часа по 2, то есть я ее вот специально испытывал, оставлял там полчаса облучается, достаю со всех сторон, смотрю, чтобы не было никаких там разрушений, какой-то там деградации, проверял вот этот пластик здесь прозрачный, что он не желтеет, снова ставил, в общем материалы, из которых делают такие маски, они устойчивы к ультрафиолету, ну по крайней мере в пределах нескольких часов обработки, учитывая, что вам нужно обрабатывать за раз всего 5 минут, и это я еще перебдел, скажем так, получается, что вы сможете десятки раз обработать маску, десятки раз ее повторно использовать. Сразу хочу оговориться, что на самом деле повторное использование этих масок, оно нежелательно, так как они, если вы прочтете вот здесь спецификацию, это FFP2, NRD, NR означает, что они вообще-то задуманы как одноразовые. Я бы, конечно, рекомендовал так и делать, использовать их один раз, или перейти на вот с респиратором с такими сфильтрами, вот этот фильтр, P3RD, R означает многоразовый. Но я понимаю, что в текущей ситуации, когда многие люди месяц-полтора вообще считали, что не нужны никакие средства защиты, ходили без них, а теперь вот со вчерашнего дня ввели обязательно ношение масок и в серии на весь покупать, наверняка вы не найдете сейчас многоразовые, или как минимум это будет очень сложно и дорого, и поэтому вполне возможно, что вы выберете вот такой вот одноразовый вариант, не будете его носить много раз. Это нехорошо, но если вы уж это выбрали, то по крайней мере стерилизуйте эту маску, как я сказал, как минимум много десятков раз это сделать можно с помощью вот такой лампы и без какого-либо ущерба для этой маски. ущерба от ультрафиолет ношения, конечно, ее ресурс постепенно снижает, намокание плохо на нее влияет, если вы механически как-то сминаете, это плохо влияет, но вот ультрафиолет на нее практически не действует. Ну и наконец, наверное, у вас возникает вопрос, где вот такую лампу взять? Да без проблем покупается в интернете, я, например, эту лампу взял на Авито, я ее взял сразу со светильником, светильник, надо сказать, довольно прошивенький, но работает. Ну, это просто удобно, когда у вас светильник отдельно не прикрученный к стене, вы легко можете его размещать, где вам нужно. Ну и плюс вопрос длины, если вы посмотрите, эти лампы очень разной длины, то есть вот эти лампы, они бывают самых разных размеров, есть такие вот где-то есть и полноценной длины, как вот у этой есть даже длиннее. То есть в принципе вы можете попробовать найти лампу такой длины, чтобы она подошла под имеющийся у вас светильник, но мне показалось проще взять лампу какая есть и сразу она продавалась подходящим светильником. Цена была порядка полутора тысяч рублей или даже меньше, но в общем достаточно приемлемая цена, если поискать. Бывают предложения и за пять тысяч продают одну лампу без светильника, но кто заставляет брать вот такой дорогой вариант, есть вполне доступные действующие эффективные средства. Ну напоследок сейчас покажу как именно происходит стерилизация вот как делаю это я и если вам что-то до сих пор было непонятно, то там вы увидите все в подробности. Единственное, я естественно на монтаже вырежу вот эти две и пять минут ожидания, чтобы вы не сидели, не смотрели пять минут на просто статичную картинку. Перед тем, как мы займемся стерилизацией, хочу напомнить, что обязательно нужно надеть защитные очки какие-нибудь такие, такие, любые другие из поликарбоната, потому что поликарбонат полностью задерживает ультрафиолетовое излучение. Так, надеваем очки. Дальше, как вы заметили, перчатки. Не стоит касаться загрязненных фильтров голыми руками. Вот моя такая установочка для стерилизации. Можно сказать, что она нарочно сделана как можно более колхозной, чтобы было ясно, что ее очень легко повторить. Она состоит собственно из светильника с бактерицидной лампой. Четырех коробочек от лампочек. Ну, просто что попалось, берете любой совершенно подходящий предмет, чтобы лампу расположить над полом. Фольга отражатель. На лампе, естественно, тоже фольга отражатель, чтобы получить как можно больше ультрафиолетового излучения, направленного вниз. Ну, теперь собственно выкладываем фильтры. Кладем один фильтр, кладем второй фильтр. Как видим, вот такой ширины стандартной фольги как раз хватает, чтобы уложить два фильтра от респиратора типа 213. Переворачиваем лампу, кладем аккуратненько. Там вот можете видеть, подложен просто первый попавшийся предмет, чтобы лампа стояла более-не-менее ровно. Немного здесь сдвинем коробочки, чтобы меньше были щели и включаем лампу. Все, теперь засекаем две минуты облучения, чтобы полностью стерилизовать наши фильтры. Ну, вот две минуты спустя выключаем лампу. Поднимаем и теперь переворачиваем фильтры, чтобы стерилизовать обратную сторону. лампу. включаем на две минуты. Прошло две минуты, с обратной стороны фильтры тоже стерилизованы, так что теперь они стерилизованы абсолютно полностью. Выключаем лампу, убираем. Все, фильтры готовы. после стерилизации рекомендую убрать фильтры для хранения в пакет с зип-застежкой. это предохранит их от запыления, от впитывания лишней влаги и от других возможных негативных последствий при хранении. теперь перейдем к стерилизации вот таких вот масок. Кладем маску лицевой стороной вверх. Отражатели с боков позволят облучить ультрафиолетом и боковую сторону маски. но конечно же облучение боковой стороны идет не так эффективно как облучение лицевой. А потому время облучения маски в целом стоит увеличить. Я увеличиваю до 5 минут. Запускаем. Итак прошло 5 минут и наружная поверхность маски у нас стерилизована. Берем маску и переворачиваем ее обратной стороной. Обратная сторона у нас хорошо будет облучаться напрямую от лампы поэтому можно вернуться ко времени в 2 минуты. Включаем и так прошло 2 минуты и маска у нас полностью стерилизована. Последнее что мы делаем это стерилизуем перчатки которыми мы пользовались. аккуратно аккуратно их снимаем и кладем в наш домороченный стерилизатор. включаем включаем на 2 минуты. Итак 2 минуты у нас прошли перчатки тоже стерилизованы выключаем. на этом у нас закончился цикл стерилизации всего нашего защитного снаряжения. снаряжения.